Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своём канале. Просто поболтаем. Просто поболтаем. Я вот всю эту неделю показывала рецепты лёгких, быстрых завтраков из лаваша и просто из хлеба. Вот. И я увидела всё-таки ответную реакцию от вас, я увидела, что вы реагируете, хорошо реагируете на вот эти рецепты все и просматриваете, пишете комментарии. Мне это очень нравится. Вот. Я хочу продолжать вот эту серию вкусных быстрых завтраков. Ну, в принципе, это очень интересно. Не знаю, может быть, я увлекаюсь кулинарией, поэтому мне интересно, но я действительно, мне очень нравится вот это вот делать для семьи. Я на самом деле каждое утро я что-то готовлю в своей семье. Утро готовлю, обед готовлю, вечер готовлю. Единственное, в обед вот сейчас мы действительно ничего не готовим, как бульон. Бульон. Я питаюсь сейчас только бульоном, поэтому я вам вот не показываю вот то питание, которое я вам показывал раньше. Пока нечего мне показывать. Вот. Когда у меня, значит, вот, ну, я говорила вам, что месяца два еще буду. Нет, месяца два не буду. Еще с месяц. И вот уже хватает, реально мне уже самой надоедает вот это все. Вот. Поэтому еще с месяц и все. И я вернусь вот в привычный ритм жизни и все. И все у меня будет, мне очень, все будет хорошо. Мне, у меня и сейчас все хорошо. Просто в смысле в привычный ритм, что все будет как прежде и все мои действия, вот, все будет как раньше. Просто вот, вы знаете, очень хочется, допустим, может быть, какой-то обед интересный показать, обеденное блюдо какое-то или вот какой-то салат интересный показать. Ну, вот, сейчас я только детей кормлю вот утром. Сама я не кушаю. Вот. Поэтому, как бы я придерживаюсь. Вот. Я не переедаю. Вот, допустим, утром я не кушаю. Ну, вот так вот мне нужно сейчас. Утром я не кушаю. В обед я ем мясо. Стараюсь, чтобы мясо было не совсем постное. Вот. И пью бульон. Много бульона пью. И горячего, пригорячего. И ем очень много салата. Вот. Вот так вот я питаюсь. Поэтому, ну, каждый день показывать одно и то же не стоит. Я поэтому, вот поэтому я и стала сегодня разговаривать. Решила поговорить вновь с вами, чтобы вы не подумали, что я, допустим, вот начала с вот таких вот, с правильного питания. И все его забросило. И, значит, начала, ну, обыкновенное блюдо. Нет. Это не так. Поэтому просто я вот сейчас так питаюсь. Вот когда через месяц где-то мы с вами, возможно, опять начнем правильно питаться. Да я и сейчас считаю, что я правильно питаюсь. По калориям я не переедаю. Я же говорю, хлеб, сахар я не ем. Сладкое ничего я не ем. Там, копченое не ем. Алкоголь не употребляю. Ничего такого. Поэтому у меня действительно правильное питание. Как было, так и есть. Только оно сейчас идет однообразное. Абсолютно однообразное питание. Поэтому мне особо нечем похвастаться. И вот даже, казалось бы, многие мясоеды, вот любители мяса, могут сказать, ну, ну, каждый день вот мясо, вот вы знаете, а уже и поднадоело. Ну, вот каждый день тоже вот мясо, мясо реально надоело. Первые дни, когда только сели, мы так восхищались всем. Вот бульоны мне до сих пор не надоели. Ни мне, ни дочери. А зятю тоже он пьет бульоны с удовольствием. А вот мясо, если первые дни я, допустим, могла съесть много. Вот могла много съесть мясо. Потому что как-то, ой, ну, прямо это. А сейчас вот уже настолько вот наделись этого мяса, что, ну, маленький кусочек, ох, хватает. Вот так вот. Поэтому вот такое вот сейчас у нас питание. А вот то, что я деткам делаю по утрам. И я вот решила просто показать вам и запустить серию вот этих легких вкусных завтраков. Теперь я еще хочу показать вам, допустим, что мы печем. Не то, что вот не торты, пока не торты. Вот, потому что мы на данный момент мы их и не едим. Вот, а вот, допустим, хлеб, пирожки, пироги. Вот, это интересно. Тоже очень много мы чего делаем в семье. Поэтому я делаю своим детям. Поэтому я бы хотела вам вот это все и показать. Может быть, кто-то воспользуется моими... Так, я не могу даже сказать, что рецептами. Вы вот обратили внимание на все завтраки, я когда показываю, я вам говорю, что для вот данного блюда нам потребуется вот это, вот это, вот это, вот это. Я так примерно говорю вам дозировку, примерную. Но, конкретно, вот знаете, допустим, вот если стряпаешь бисквит на торт, да, вот там действительно надо соблюдать все граммы. А здесь, опять же, на вкус, на цвет товарища нет. Ну, кто-то любит чуть побольше в салате сыра, а кто-то любит чуть побольше мяса, а кто-то чуть побольше горошка зеленого. Это такое дело, что вот, поэтому я вот в этих вот, когда вот конвертики из лаваша, вот эти вот там, колбаска, сыр, ну, почему я вот должна, допустим, ложить вот строго, вот я вам скажу, нужно вот сюда положить 30 грамм колбасы и не грамма больше, ну, если вы положите 50, ну, как будто это будет невкусно. Да это будет еще вкуснее. Поэтому я вам и говорила, что вы вот это вот выложите на свой, все кладете вот в этот лаваш на свой вкус. И количество, опять же, на свой вкус. И помните, я когда делала быстрый хрустящий лаваш, вот напополам я его складывала, и Олечка стояла, значит, она снимает все это, да, и оператор это мой, да, и когда я выкладывала вот эти сосиски, я ей говорила, Оль, тебе хватит? Она говорит, да, мне этого хватит. Я могла их все выложить, ну, ей хватит и хватит, но может кто-то меньше, может кто-то больше. Поэтому вот я, например, точно не говорю про порции, потому что здесь можно по вкусу действовать, потому что здесь тесто, ты не с тестом работаешь, ты не с вот этим, не с бисквитом работаешь, поэтому это все можно. В моем понятии это можно, и ничего преступного в этом нет. Поэтому, вот, не знаю я, как завтра получится днем, и я хочу вам показать завтра, ну, допустим, наш, ну, как, обычный будний такой салатик из свеклы, у нас его вся семья очень любит, очень любит его вся семья, этот свекольный салатик, мы его с удовольствием едим, вот буквально сделаем, и вот на расхват его, вот, если буду я его завтра делать, скорее всего, что буду, я вам его покажу, как мы его делаем, и сколько, и опять же, там пропорции, вот, по вкусу, вот что хотите, вот один раз, допустим, мы захотели чернослив, другой раз мы там захотели курагу туда, ну, что хочешь, то и положь, как вот, 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 я вот тоже сама часто читаю, вот такие вот рецепты, вот 30 грамм того, зачастую 45 грамм вот этого, но если я 46 положу, все, салат испорчен, да, конечно же, нет, и все это делается по вкусу, особенно салаты, это все делается, во всяком случае, я вот очень много лет я уже все это делаю, во всяком случае, я все салаты, я все делаю по вкусу, салаты, какие-то горячие блюда, и вот я обязательно все, не знаю, вот у меня так получается, надо мной дочь всегда смеется, говорит, мам, ты не можешь без фантазии, да, я не могу, я обязательно переделаю на свой лад, если я где-то что-то ищу, да, мне вот попадается, допустим, что-то интересное, я смотрю, я уже точно знаю вкусы моих детей, я смотрю и думаю, ага, вот это вот нам понравится, а вот это вот близко даже нам не подходит, поэтому я смотрю и думаю, а вот сюда бы, как за костяк, как за основу, я, допустим, беру что-то, да, а там дальше думаю, а вот я бы вот этого добавила, и вот этого бы добавила, и будет нам лучше, вот я вот так делаю, я вот исхожу из вот этого, поэтому и вам-то, вот то же самое советую, что даже не стоит вот так вот, прямо строго-строго-строго придерживаться, вот действительно, когда я пеку бисквит, или делаю там какой-то крем, очень много их видов, вот какой-то крем делаю, или там, ну вот что-то вот из кондитерки, вот там действительно я придерживаюсь пропорции этих всех, потому что чуть-чуть, и бисквит у тебя опадет, и ничего не будет, а здесь будет все, вот, поэтому я не знаю, что я завтра буду салатик сделаю, или что, ну вот с утра, конечно, мы будем опять завтрак с дочей делать, вот, снимем, покажем, а днем, если я, значит, вот смогу, то я салатик буду вам делать, нам буду салатик делать, а вам покажу, поэтому я просто хотела вам вот это сказать, чтобы вы не думали, что я ушла от той темы, от темы правильного питания, я теперь, наверное, всю жизнь буду питаться правильно, вот сколько буду жить, столько я буду питаться правильно, потому что очень-очень не хочется поправляться, и не буду поправляться, вот, поэтому я от этой темы никогда не уходила, не ухожу, и уходить не собираюсь, вот, просто еще где-то месяц я буду, это, вот так вот питаться, вот именно вот так, бульонами, мясом, зеленью, в принципе, это очень вкусно, вот так, что еще вам сказать, продолжаю вязать, продолжаю вязать, вот эти дни как-то, какая-то суета, вот с этими вот съемками, вот эта какая-то вот подготовка, вот уже очень много времени занимает, но однако уже больше половины передних полок связала, поэтому уже скоро буду и заканчивать, ну, не знаю, самое многое через недельку, мне кажется, я уже и закончу взять уже лет, и начну что-нибудь другое, вяжу, стараюсь, вяжу прямо, как пчелка пошу, короче, поэтому, вот все, что я вам хотела сказать, я очень рада, что нас стало побольше уже, что у нас было всего лишь 40 человек в команде, сейчас уже нас побольше, нас уже 120, поэтому, дай Бог, я очень рада буду, кто будет подписываться, очень рада, приглашаю всех, чтобы к общению, хорошему, позитивному общению, поэтому на этом я заканчиваю, всего вам доброго, светлого, человечного, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всего вам доброго, до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,